МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Яна Левина. Они живут за границей, но очень любят Россию. Самарская область стала частью Международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом. В форуме принимают участие сотни молодых ребят, которые живут за границей. Так, Анастасия Склярова из Парижа мечтает снять художественный фильм о русском человеке во Франции и открыть талантливой молодежи из России дорогу в европейское кино. Девушка несколько лет профессионально занимается кайсингом на телевидении и делится опытом, как успешно пройти пробы, в том числе и дистанционно. Самарская область, по словам участницы, поразила ее чистотой и погодой. Во Франции все с таким трепетом относятся к России. Они безумно любят нашу страну. Они говорят о том, что у вас самая классная вакцина. Вы что, вы Россия, мы вас любим. И все, что вы видите иногда в желтой прессе, это неправда. Настоящие французы, они безумно дорожат нам. И у нас очень много соприкосновений. Честно, я в восторге. Я вообще не ожидала, что здесь будет так жарко. В Париже не так жарко, в Айтавканах не так жарко, как здесь. Очень гостеприимный народ. Мы, да, русские, мы же все здесь. Я уже купалась в Волге. Мы, правда, можем ночью купаться, потому что у нас реально такая плотная программа потрясающая, что мы только вечерами успеваем побывать где-то. Я имею в виду там свое личное свободное время. В целом вкусная еда, атмосфера. И вообще здорово, просто очень чисто. Муфит Алхамами из Дамаска ставит спектакли русских классиков и ездит с гастролями по Сирии. Молодой человек – активный участник русского центра. Я так обрадовалась, что русский центр наконец-таки опять открылся. Детство вспоминали. Сейчас устраиваем много спектаклей. Там танцуем, поем. 9 мая тоже мы были в военную русскую базу. Мы там тоже концерт им устроили. И у нас соотечественники, которые в Сирии, в Дамаске тоже, и вообще в Сирии, их очень много. И тоже как-то они хотят посмотреть, что это Россия. Это не только балалайка и медведь. А это еще прям очень развернутая страна, очень красивая страна, красивый воздух. И все прям тут шикарно, поэтому я это поделюсь обязательно с половинкой, которая у нас в Сирии. Я очень рада, что мы можем принимать вот в это время наших друзей-соотечественников из 53 стран мира. И все они приехали лично, и мы проводим мероприятия в оффлайн-формате. Мы принимаем юбилейный, десятый форум. А что он значит? Значит, когда наши соотечественники уедут к себе домой, они в 53 странах будут рассказывать про наш замечательный, красивый регион. Как здесь хорошо, как их принимали, какие бизнес-проекты они разработали. И я надеюсь, что в следующий раз они привезут еще столько же. Все четыре дня форума расписаны буквально по минутам. Это и деловая часть программы с лекциями, и мастер-классами, и культурная. С посещением главных достопримечательностей губернии. Первый день форума молодые люди провели в Самаре, после приехали в Тольятти. Посетили парковый комплекс истории техники Мини-Сахарова. И провели проектную сессию на базе технопарка в сфере высоких технологий Жигулевская долина. 4 августа участники на теплоходе отправились в Волгоград. Неприятный запах и миллионы погибших мальков. Такая картина почти на всем побережье Волги. Сообщения о массовой гибели рыбы продолжают появляться в социальных сетях. Ее причины прокомментировали в Толястинской гидрометобсерватории. Здесь считают, что, возможно, виной всему жара, цветение Волги и, как следствие, нехватка кислорода. Производились также специализированные замеры на наличие кислорода в воде. Превышения по показателям были, но неизвестно, могло ли это привести к такой массовой гибели рыбы. В районе водозабора в черте села Климовка у нас превышение ПДК были по ХПК, химическое потребление кислорода, в 1,7 раза, БПК-5, биологическое потребление кислорода, меди, цинка, фенолы. Но превышений, которые бы достигли уровня высокого загрязнения, экстремально высокого, его не произошло. Это берег Куйбышевского водохранилища. Здесь, как мы видим, очень много мертвой рыбы, пресловутые водоросли и непередаваемый запах. По словам многих коренных тольяттинцев, хоть такая ситуация и происходит каждый год, но этот год бьет все рекорды. Они строят дома и дороги, большие заводы и целые города. В воскресенье вся страна отметит День строителя. Для Тольятти это праздник в первую очередь строителей Куйбышев-гидростроя. Именно строители КГС вызвали одну из самых мощных электростанций в нашей стране – Жигулевской ГЭС. Именно они построили сразу два города – Тольятти и Жигулевск – с большими предприятиями, широкими проспектами, больницами и школами. Таких колоссальных объемов и темпов строительства, которые в свое время показал Автоград, не видели даже многие крупные областные центры. Ежегодно в преддверии Дня строителя ветераны Куйбышев-гидростроя возлагают цветы к памятникам первых руководителей легендарной строительной организации – Ивану Камзину и Николаю Семизорову. Мы говорим сегодня о Камзине. Человек, который здесь появился, непростой. Представить себе, что 117 килограмм, 47 размер обуви и так далее. Тем более впервые пришлось руководить, ведь в основном заключенным. Они были основателями, строителями здесь. Это потом уже гражданские примкнули к этому всему, и он руководил всеми другими. Имел громадное уважение. Были у нас и валинаемные, комсомольские молодежные бригады, были и заключенные работали. И, кстати, никакого антагонизма и вражды между этими категориями людей никогда не было. Работали дружно, понимали, что нужно. То, что был хороший коллектив, подготовленный трудовой коллектив, вот за счет этого и построили. Хорошие были руководители. Они считались с простым людям. Шли навстречу. И поэтому дружно все было. Куйбышев гидрострой создавался специально для строительства Волгской ГЭС. И, собственно, после этого начался совершенно новый этап для всего региона, для Ставрополя на Волге. Потому что строительство гидроэлектростанции придало совершенно новый импульс развития. Фонд вместе с ветеранами продолжает традиции строителей, поддерживает строителей, поддерживает ветеранское движение. У нас шесть подшефных школ, где мы работаем с подрастающим поколением. В этом году фонд стал призером президентских грантов с проектом «Профессия строительства» звучит гордо. И в рамках проекта мы в течение года планируем провести большую работу. День строителей отмечают в России уже более 60 лет. В Тольятти лучших профессионалов своего дела чествовали в культурно-досуговом центре Буревестника. Там назвали лучшие строительные объекты Тольятти. Какие вошли в их число, моя коллега Игорь Ищман расскажет обо всем подробно. Ежегодный конкурс «Мотор достижений строителей» переживает не лучшие времена. Кризис в отрасли неминуемо отражается на числе номинантов и конкуренции. Тем не менее, по итогам года Тольятти прирос с новыми объектами, достойными высокой награды. У нас есть серьезные компании, крупные компании, подтверждающие свою квалификацию, компетентность. Есть компании, которые родились в Тольятти и сейчас работают по всей стране. Строят в Ульяновске, в Казани, в Москве. Есть компании, которые в состоянии вести крупные социальные объекты, школы, детские сады, стадионы и промышленные. Особенно это видно сегодня на площадке Куйбышев-Азота, на площадке особо экономической зоны. В номинации «Жилые здания» и комплексы серийного строительства победителем стал дом на Жуково 58А. Среди жилых комплексов повышенной комфортности лучшим признали дом на улице Владимира Высоцкого 9. Также награду получили застройщики торгового центра «Елка» и паркового комплекса «Четыре сезона». Абсолютным победителем стало здание автозаводского районного суда. Восхищаюсь этим огромным трудом этих людей, которые создают не только для себя, не только для нынешнего времени, а для будущих поколений. Многих представителей строительных компаний отметили за добросовестную и стабильную работу. Это в отрасли, подверженной кризисом, дорогого стоит. В частности, последнее повышение стоимости металла может осложнить положение застройщиков и тех, кто ждет их объекты. Я знаю, что правительство Российской Федерации, правительство Самарской области, Дмитрий Игоревич Азаров, эту тему держит на контроле. И сейчас я знаю, что особенно по объектам социального значения будут найдены дополнительные средства, чтобы мы и школу, и детский сад, и дороги достроили. Отмечено торжественное мероприятие ветеранов КГС, а также активных жителей порт-поселка, которому в этом году исполняется 70 лет, и который со строителями города связан напрямую. Одно из первых поселений на территории Ставрополя, и здесь собрался самый, можно сказать, актив строителей. В индомах, в части индомов, это проживали инженерно-технические работники, а вторая часть порт-поселка, где расположены двухэтажные дома, там проживали люди, те, которые занимались непосредственно обеспечением строительства. В администрации Тольятти уверены, темпы строительства в городе обязательно вырастут, и претендентов на звание победителей профессионального конкурса будет больше. Строительные организации, которые у нас сегодня претворяют в жизнь свои планы по строительству, они на сегодняшний день развивают комплексы. Это строительство дорог, детских садов, школ, то есть это в комплексном, мы к этому вопросу подходим, поэтому с оптимизмом смотрим в будущее, с оптимизмом, несмотря на все трудности. Я думаю, что у нас есть на сегодняшний день и инвесторы из других городов, которые сегодня заявились в городе на строительство свободных строительных площадок. Помимо жилищной застройки продолжится возведение социальных объектов. Первостепенные – это школы и детские сады, в частности, в 14-м А-квартале и микрорайоне Калина. Уже в обозримом будущем откроют двери новый легкоатлетический манеж и фок «Певческое поле». Кроме этого, активно изыскивают средства на строительство школы Майя-Плесецкой. Проект учебного заведения уже готов. Игорь Речман, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти. Держать баланс и двигаться дальше. В социально-оздоровительном центре преодоление – особенный заезд. 25 жителей Самарской области, которые в силу ограниченных возможностей здоровья не могут передвигаться самостоятельно, учатся управлять креслом-коляской активного типа. Новые первые шаги в обычную жизнь – снятие барьеров и подъем силы духа. Все это участники заезда показали нашей съемочной группе. Аккуратно, спокойно, спокойно. Вот, молодец. И на баланчике там. Вот, 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 вот. Всего лишь на шестой день в центре преодоления Лиза лихачит на препятствиях, имитирующих барьеры городской среды. Тренер учит не торопиться, но девушке 19 лет, и жить хочется быстрее и ярче. Я сейчас буду поступать в педагогический колледж на учителя начальных классов и в дальнейшем – репетиторство. Хобби я буду заниматься парикмахерством. Активная коляска мне, конечно, нужна. Без нее никак. Преодоление с 2003-го помогает восстановиться физически и душевно людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Занятия здесь групповые, индивидуальные. Но этот заезд особенный. За историю центра его проводят лишь в девятый раз. Со всего региона собрались 25 смельчаков, которые решились на физический подвиг и психологическое преодоление. Самое главное в нашем положении – стимул, когда хочется выйти на улицу, хочется видеть жизнь, хочется прогуляться. Это такое счастье, когда умеешь самостоятельно передвигаться. В 2002-м Владимир Иванович и сам оказался участником такого заезда. После ДТП, которое произошло на военной службе. Жизнь изменилась кардинально, но мужчина решил, что останется опорой для детей. Сейчас он спускается по лестнице на кресле-колеске с пятого этажа, где расположена его квартира. Водит автомобиль и учит самостоятельность других опорников. Тренировки ежедневные. К концу заезда через 21 день все без помощи инструкторов и волонтеров должны преодолевать бордюры, горки, спуски, лестницы и песчаную почву. Для того, чтобы жить дальше и бороться за себя, как-то нужно иметь силы на это. Здесь я очень доволен тем, что мы можем, инвалиды-колясочники, заниматься спортом. В 2017 году я в областных соревнованиях занял третье место. Но, может быть, на следующий год я тоже на соревнования поеду. Я вписан уже в список. Может быть, хотя бы еще третье место возьму. Инвалид войны Владислав Эдуардович мечтает о новых победах в областных паралимпийских играх. И усердно готовится. В том числе в тренажерном зале. Тренажерный зал – это основа основ. То есть это укрепление мышечного корсета в первую очередь. То есть наш позвоночник, чтобы держать спину, мышцы спины должны быть крепкие. У нас очень хорошие тренажеры в этом плане. Они предназначены конкретно для колясочников. Министерство социально-демографической политики Самарской области позаботилось, чтобы в Центре преодоления было самое лучшее оборудование. В рамках региональной программы «Доступная среда» в 2020-м закупили оборудование для массажа и физиотерапии. А в текущем году – 52 наименования реабилитационного оборудования. Мы имеем такие тренажеры, как «Таргуметы», такие тренажеры, как «Хюры», которые используются, например, только в 18 регионах Российской Федерации и в нашем регионе только имеются у нас. В год мы принимаем порядка 460 человек на стационарной форме социального обслуживания и порядка 720 человек на полустационарной форме социального обслуживания. Специализированный заезд продлится до 18 августа. Кроме тренировок, на улице и в тренажерном зале будут занятия с психологом и специалистом по реабилитации. Здесь дают свободу не только физическую, но и эмоциональную. Результатом заездов в любом случае становится, опять же, независимая жизнь, активная жизнь. Люди становятся более открытыми, более общительными, создают семьи, могут найти работу, рожают детей, то есть становятся активными и полноценными членами общества. По итогам всего лишь шестого дня заезда. Его участники уже отмечают результаты и говорят, управление активной коляской меняет все. И погулять выйти, и вообще легче. Это в жизни стараются. В преодолении есть традиция. Начинать и заканчивать заезд для опорников тестом Купера. За пять минут на скорость нужно нарезать на коляске максимальное число кругов. Эти смельчаки проверку на физическую выносливость и стойкость духа пройдут на отлично. И Гречман Сергей Рогов. Новости Тольятти. Привиться, чтобы почувствовать себя в безопасности. Компании Самарской области продолжают организовывать вакцинацию для своих сотрудников. Руководители предприятий считают, что важно к осеннему периоду простуд подойти с коллективным иммунитетом. Обо всем подробнее в нашем следующем репортаже. В этот детский магазин ежедневно приходят сотни покупателей. В основном мамы с детьми. И важно, чтобы в торговом зале было сделано все для защиты от заражения инфекционными заболеваниями. Исследуем всем инструкциям. И санитайзеры, и агрегаты, и для клиентов одноразовые повязки. Уборка, само собой, влажная. Директор учреждения Надежды Провоторова считает, что стопроцентная вакцинация сотрудников – это прежде всего забота о себе и окружающих. Сеть ресторанов Ольги Молчановой каждый день обслуживает около тысячи человек. Сотрудники заведения общепита должны быть защищены от заболевания коронавирусом сами и не быть источником заражения для посетителей. Практически все сотрудники, которые не имели каких-то показаний или медицинские, против вакцинации, вакцинировались. В администрации Самарского района разработан специальный знак, который будут вывешивать на заведение. Это будет обозначать, что все сотрудники провакцинированы. На сегодняшний день мы проводим работу по мониторингу объектов по трипрынка по вакцинации. И вот сегодня мы прибыли на объект, которых у нас на сегодняшний день в Самарском районе около семь, которые сотрудники полностью провакцинированы. То есть это говорит о том, что руководители сознательно подходят к этому вопросу, своих сотрудников вакцинируют и жители, покупатели могут спокойно заходить и знать, что здесь 100% сотрудников провакцинированы. Чем больше людей будет привито, тем более безопасно будет находиться в общественных местах. Вакцинация – это профилактическая мера, которая поможет не допустить новых ограничений. Кроме вакцинации, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Эти простые меры профилактики также оберегают от инфекции. Алина Терентьева, Новости Тольятти. И о спортивных событиях спонсор рубрики «Агролада-сервис». Официальный дилер «Лада-автосалон» «Агролада-сервис». Все модели в наличии. Выкуп вашего автомобиля на выгодных условиях. Гарантийный ремонт, сервисное обслуживание в рассрочку. Улица Ботаническая, 10, телефон 75-91-11. Сборная России по гонболу уверенно переиграла. В четвертьфинальном матче команду Черногории вышла в полуфинал олимпийского турнира со счетом 26-32. И уже в эту пятницу российские гонболистки сыграют с командой Норвегии в полуфинале Олимпиады. 5 августа в Уссурийске на стадионе Шевченко пройдет очередной этап командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке. Клуб «Восток» из Владивостока будет принимать «Мегалада». Спортсменка Далятинского клуба «Рекорд» – единственная участница в олимпийском турнире по карате от России. Анна Чернышева не сможет выступить в Токио. Как стало известно, у россиянки тест на COVID-19 оказался положительным. Турнир для Чернышевой должен был начаться 5 августа. Желаем спортсменке здоровья и удачного штурма новых больших высот в спорте. А сейчас о курсе валют на завтра. Спонсор рубрики «Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет». Избавьтесь от варикоза за 40 минут быстро, качественно и надежно. Кажесть в ногах, сосудистая сетка. Избавление от варикоза нижних конечностей в клинике «Варикоза нет». Звоните 55 55 95. За 1 доллар США 5 августа нужно будет заплатить 72 рубля 78 копеек за евро 86 рублей 41 копейку. И о погоде спонсор рубрики «Салон штор Аллегра». Компания «Аллегра». Весь август. Шьем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин-склад на автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. Новый магазин-склад на автозаводском рынке. На нашем сайте tvtoliaty24.ru В приложении «Тольятти-24» и в наших группах в социальных сетях. Заходите, читайте, смотрите новости. С вами была Яна Левина. Всего доброго и хороших новостей. Звучит «Аллегра». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok